Здравствуйте! Это программа «Вектор развития» на телеканале «Регион». Меня зовут Виталий Сапожников и в ближайшие минуты поговорим об экономике. Инвестиционные итоги уходящего года подвели в Оренбурге на третьем Евразийском экономическом форуме. Из положительных моментов был выделен торговый оборот между Оренбуржием и Казахстаном, который вырос на 30%. Это связано и с усилиями правительства региона, и с работой Таможенного союза. На форуме также были подписаны ряд важных соглашений между главами муниципалитетов и правительством области. Обсудили механизмы государственно-частного партнерства в реализации крупных инвестиционных проектов. Все подробности далее. Нынешний форум стал уже третьим по счету. Напомню, второй региональный экономический форум проходил в декабре 2012 года под девизом «Оренбуржи быть успешными вместе». Представители крупного и малого бизнеса из всех муниципальных образований области, а также российские и зарубежные компании, работающие в регионе, смогли продемонстрировать свои возможности и достижения. Тогда губернатор заявил, что задуманная в 2011 году площадка, где региональные и муниципальные структуры, представители оренбургского бизнеса совместно могли обмениваться мнениями, обсуждать конкретные вопросы, рассматривать успешные примеры в сфере экономического развития состоялось. От третьего форума его участники ожидали подведения инвестиционных итогов, определения новых направлений развития и подписания выгодных далеко идущих соглашений. Несмотря на то, что самым главным именинником сегодняшнего мероприятия является мой коллега-вице-губернатор по экономике и финансовам Наталья Лазаревна Левинсон, она главный организатор всего, но, безусловно, мне очень приятно, что это очень важное для нашего региона мероприятие. И если начиналась эта идея как презентация наших муниципалитетов со всеми их сегодня теми достижениями, которые сегодня, это уже Евроазия, Евроазийский такой как бы экономический форум, на который приезжают с огромным удовольствием люди не только с ближнего зарубежья, но и с дальнего зарубежья сегодня. И я знаю, что в рамках сегодняшнего форума уже точно не одно соглашение об экономическом партнерстве заключено. Поэтому, безусловно, это очень важно, это очень важно для позиционирования нашего региона, для презентации наших муниципалитетов, для того, чтобы можно было лучше показать сегодня, какой муниципалитет в какой отрасли наиболее хорошо представлен. Ну и даже для нас, для самих, иной раз мы от каждого фестиваля, от каждого экономического форума, мы видим, насколько сегодня особенно ряд территорий, которые серьезно занимаются инвестиционной политикой, они растут и растут и идейно, и проектно, и вообще с подходом подачи совершенно другая. Одно из знаковых соглашений форума подписывает губернатор Юрий Берко, исполняющий обязанности главы Бузулука Владимир Титов. В течение ближайших лет в столице Западного Оренбуржа появится новый микрорайон. Общая площадь 314 тысяч квадратных метров, на которых разместятся более 10 тысяч человек. Перспектива работы этого договора – это 9 лет, понимаете? То есть, вот мы все вместе двигались к сегодняшнему подписанию, год и 7 месяцев. Я могу сказать огромную благодарность, в первую очередь, конечно, нашему губернатору Юсану Чубергу. Развитию экономики муниципалитетов посвящена большая часть Евразийского форума. Несмотря на не совсем благоприятные условия, в ряде территорий инвестиционный рост в целом налицо. Отметили промышленный потенциал Востока области, развитие курортов Солилецка, экономический подъем областного центра. Один из самых крупных проектов – это, конечно, строительство мусороперерабатывающего завода. Значит, проект, я считаю, действительно, это проект – это реконструкция проспекта Победы. Это проект строительства новых школ, детских садов, развитие новых районов по застройке. Потому что город Оренбург лидирует сегодня. И в целом, ну, понятно, в Оренбургской области по застройке, по количеству строительства. И занимает достойное место в Приворском федеральном округе. Значит, кроме того, проекты, которые еще у нас сегодня рассматриваются, это строительство, конечно, ну, вот, развлекательный там проект – это аквапарк. Инвестор пришел, и хорошо, что этот проект возобновился сегодня. Условия, значит, созданы в Оренбурге. Кроме того, мы очень надеемся, что инвесторы еще в Оренбург придут для того, чтобы участвовать во многих проектах. Это не только, это строительство сегодня может быть любых социальных объектов, коммерческих объектов. Нам очень важно, чтобы развивалась не только торговля сегодня, а заходили с новыми технологиями и вместе с нашими участвовали в реальном производстве. Одним из знаковых моментов участники форума выделили все нарастающую туристическую привлекательность Солилецкого курорта. В ноябре его посетил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Амундс. В ближайшее время здесь появятся новые гостиницы, центры отдыха, развлекательные заведения. Пока все это существует только в компьютерном исполнении. Вживую оценить сервис можно будет к 2018 году. Сейчас город обновляет изнанку. Коммунальные сети, коммуникации небольшого райцентра просто не справляются с туристической атакой. Такой комплексный подход встанет в копеечку, точнее в 5,5 миллиардов. Зато именно его оценили на федеральном уровне. Ваш проект выделяется из всех в лучшую сторону. Мы понимаем, что сегодня есть такое комплексное отношение к развитию туризма. Получается, что развитие Солилецкого кластера является одним из самых приоритетных. Хочется отметить, что действительно курортный сезон в этом году тоже состоялся. Мы ежегодно отслеживаем динамику посещений курорта. Это для нас определенный уровень, по которому мы все-таки сопоставляем свои планы на будущее. Те задачи, которые связаны с вхождением в федеральную целевую программу, тоже сегодня на стадии завершения практически. Хотелось бы отметить, что мы в этом году практически приступили к строительству коммунальной инфраструктуры, которую мы, в общем-то, намечали начать строительство в 2013 году. И это объекты уже сегодня в работе. Поэтому все идет по тому плану, который, в общем-то, сегодня не изменился. Еще один регион области, который активно развивает как местную промышленность, так и агропромышленный комплекс, это Новосергиевский район. На выставке он презентовал продукцию сразу нескольких предприятий. Она вполне конкурентоспособна и очень востребована за пределами Оренбургской области. У нас, во-первых, много было вводных объектов, и сегодня продолжается строить, завершается строительство. Отрадно отметить, что должное внимание уделяется на сегодня производству. Юрий Александрович ставит задачу о том, чтобы с территории муниципальных образований шло не только сырье, но и готовые продукты. Мы сегодня привезли на выставку в основном промышленное производство. То, которое уже востребовано, то, которое начинает поступать на рынок сегодняшний. И вот образцы наших предприятий сегодня здесь присутствуют, мы представили. Они современные, отвечают требованиям всем в современном строительстве, в современном отоплении. Решение вопросов по подготовке строительных материалов для ремонта, проведения жилых домов, ремонта и объектов строительных. Есть большие перспективы у нас по территории района, по развитию промышленного производства. Активно развивается, набирает мощности Покровский авторимодзавод, который готовит на сегодня, будем так говорить, готовит с начального цикла и до завершения металлоконструкции, опоры железные для высоковольтных линий. Главный иностранный партнер области, Казахстан, также представлен на форуме. За последний год торговый оборот между Оренбуржием и ближайшими соседями вырос на 30%. Ощутимы в экономике области и казахстанские инвестиции. Мы с большим удовольствием откликнулись на приглашение. Как подчеркнул Вячеслав Владимирович, нас связывают очень давние тесные взаимоотношения. Поэтому данный форум является эффективной площадкой укрепления и развития торговых, экономических отношений между нашими странами, областями. С каждым годом практическая отдача от этих встреч в таком формате возрастает по самым разным направлениям. Это и инновационные направления, торговые, сотрудничество в сфере развития малого и среднего бизнеса. Благодаря усилиям глав наших государств, нам в условиях таможенного союза удалось выйти на новый уровень делового сотрудничества. Наблюдается в целом рост товарооборота с Российской Федерацией. Только вот за 9 месяцев текущего года товарооборот между нашими областями вырос где-то процентов на 30. Что для нас это является дополнительным импульсом для развития приграничных регионов. На территории Оренбургской области 116 предприятий имеет казахстанское участие. То есть в основных капиталах российских предприятий имеется участие наших казахстанских коллег в экономическом развитии. Общий объем инвестиций в областную экономику в 2014 году достигнет порядка 200 миллиардов рублей. Для сравнения в 2012 было 150. Сумма более чем солидная, на эти деньги предстоит сделать немало. Впрочем, кое-что придется и доделать. Не все выполнено до того, как мы договаривались. Скажем, ну не совсем получилось. Не окончено строительство электрофильтров на Новотроицком цементном заводе. Споткнулись, ну это не наша вина, и не вина даже инвестора. Споткнулись на Сорочинском маслоэксперционном заводе. Кстати, сегодня я отсюда поеду на встречу с инвестором. Оренбург принимает самую активную часть для того, чтобы строительство было продолжено. Ну и остальные проекты нормально идут. При помощи механизма государственно-частного партнерства в области появится дворец водных видов спорта. Будет проведена модернизация Бруктальского никелевого завода в Светлинском районе и строительство в Оренбурге отеля класса «Хилтон». Перспективы такой системы очевидны. Частные инвесторы вкладывают свои деньги, а государство обеспечивает их сохранность. На пленарном заседании государственно-частное партнерство. От идеи к реализации и за круглыми столами состоялся обмен опытом. Участники представили лучшие практики, обозначили проблемы и пути их решения. Деловая программа включила семинар совещания. Заканчивается очередной инвестиционный год в плане календаря. Это действительно слово «очередной» в плане насыщенности и фактического наполнения. Это год, выпадающий из череды. Это год, отличающийся особым наполнением в отношениях государства и инвестора. В этом году мы очень широким общественным слоем обсудили инвестиционную стратегию развития Оренбургской области. Мы ее приняли. В этом году мы впервые услышали от губернатора Юрия Берга инвестиционное послание, в котором очень четко определены приоритеты, куда мы идем, и очень четко определены те моменты, где мы сегодня находимся. И самое главное, четко определено, о каким путем мы идем. Вот одним из главных важнейших направлений – это развитие государственно-частного партнерства. Именно этой теме сегодня посвящен наш третий евразийский форум Оренбуржи-2013. Мы только что провели круглый стол. Тема живая, интересная. Это тот, пожалуй, редкий момент, когда бизнес хочет и может, а государство готово и тоже очень хочет, чтобы был результат. Точки соприкосновения есть. Вся проблема в законодательных возможностях. Мы с большой надеждой ждем, что до конца этого года в Государственной Думе будет принят федеральный закон о государственно-частном партнерстве, который в итоге все точки над «и» расставит. Но не дожидаясь этого, многие вопросы и проекты у нас проработаны. Контракты подписаны, общение на высшем экономическом уровне прошло плодотворно. Впереди еще год напряженной работы и сотрудничества между властью и бизнесом. Развитие государственно-частного партнерства должно пойти только на пользу экономике Оренбургской области и ее жителям. На этом у меня все. Это был «Вектор развития» на телеканале «Регион». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова